прилетела трясогуска и вот она сидит где-то гнездышко у нее она летала вчера летала и сегодня летает здесь рядышком значит гнездо есть она ищет червячков ищет земле вот если порыхлишь землю то и трясогуска тут как тут подлетает ищет червячков я даже ей кидала копала как-то грядку и червяки попадались и я кинула она сидела на кусте вот жимолости куст и она сидела там рядышком и она подлетала и чуть отошла и она подлетела и забрала червячка вот она поближе хорошая птичка люблю когда прилетает добрый день дорогие друзья вот хочу показать вам свою насыпную клумбу или еще я называю ее ленивой я сегодня здесь обрезала цветы обрезала я примулы потому что они сильно разрастаются перекапывала не перекапывала рыхлила убирала лишнее и вот что осталось остались тут лилии вот вся эта клумба сейчас она выглядит довольно таки хорошо но на ней еще ничего не посажено я думаю все сюда посадить петунию у меня есть рассада петунии и засадить эту клумбу петуниями были изначально другие планы но как говорится погода уносит свои коррективы я расскажу позже немножко об этом с края у меня вот такая поздняя примулка она очень красивая но она еще не разрослась цветет она поздно вот сейчас уже начало июня она цветет а здесь лилии надеюсь что они зацветут это розовые лилии с белой серединкой я покупала луковицы в прошлом году они не цвели но вот надеюсь в этом году увидеть цветение а здесь лилия называется она я не могу вам точно сказать сорт этой лилии но это из тех лилии которые у нас продавали на базаре как лилейное дерево действительно лилии очень крупные красивые лилии одни были желтые другие белые и я забыла уже какая-то лилия но лилии очень красивые у меня есть видео букет из этих лилий я делала такое видео лилейное дерево конечно не существует это или от гибриды или лог гибриды но гибриды лилейные такие и и вот это лилия такая а рядом с ней морозник вот у него какие цветы стали а тогда были белые когда весной расцвел были белые а сейчас вот такие зеленые но я не знаю цветы это или не цветы или предцветники или что это должны образоваться семена вот когда я это покупала этот морозник мне сказали что когда он разрастется у него образуется семена и он сеется сам я пока не дождалась этого момента но даже дождалась вот такого цветения мне нравится и это цветет птицемлечник он всегда так цветет эти цветы солнечную погоду вот они на солнце раскрываются такие звездочки и здесь вот у меня такая картинка красивая мне нравится я думаю что и вам должно понравиться такая вот картиночка и вот солнечную погоду сейчас у нас и стоят дождливые дни до обеда шел дождь и цветы были все закрыты как только выглянуло солнышко так цветы все открылись вот он и зовется птицы млечник почему так зовется я не знаю они такие как почвопокровные цветы потом остается только зелень очень разрастаются вообще неприхотливые посадишь их куда-нибудь такое место чтобы не мешали и они будут цвести вот сейчас я подойду другой стороны вот с этой стороны вот такие цветы это от дождя они упали по моему это лихнис корончатый у меня их два вида вот такой лихнис корончатый еще есть халцидонский лихнис этот цветет вот такими цветами цветофуксии цветочками красивый он у нас в наших условиях в нашей стране он растет как двулетка вот он насеялся в прошлом году в этом году будет цвести на следующий год надо смотреть где взойдут семена так я и делаю где взойдут семена там оставляю мне нравится такой лихнис на этом месте рядом с лихнисом была роза очень красивая она то ли замерзла то ли вы вы выприла ну в общем у нее пошли отростки от корня а привита она была но наверное на шиповник была привита обычно на шиповник прививают или на какие-то такие дикорастущие виды которые более выносливые ну вот привой нет подвой в общем то на что она была привита уцелела и росло и даже по всей клумбе разрослось я тут корчевала а сама роза то или замерзла или выприла розы нет короче а была такая оранжевая красивая вот это и называется ленивая клумба но на этой ленивой клумбе работы здесь у меня и луковичные тоже аккуратно надо копать в общем работы здесь много чтобы что-то было приличное а рядом вот здесь рядышком подальше и отхожу это вот лихнис халцидонский он растет высокий он растет на наверное не знаю до метра точно он растет ну или около того у него красные соцветия цветочки такие шапочки красные и они мелкие собраны в одно соцветие и как шапочка кажется и цветут очень красиво ярко но вот в этом году из-за этой зимы снежная зима была казалось бы под снегом все должно уцелеть но заморозки майские заморозки в начале мая они все испортили они прихватили все заморозки были большие до 5 градусов и вот посмотрим как он будет цвести в дальнейшем я буду показывать здесь лилии я его оставляю он тоже сеется но этот постоянно растет на этом месте он многолетний в отличие вот от лихниса корончатого тот дуретний а этот многолетний он тоже где сеется там я оставляю вот здесь насеялся я оставила и прималка такая поздняя рядышком здесь колокольчик голубой колокольчик они вот растут у нас в барах у нас лес еловый и лиственный а дальше по дороге там бары сосновые бары вот там и растут эти колокольчики но я покупала этот колокольчик и у меня голубой а есть еще белый белый потерялся но он есть надо дождаться цветения когда увижу тогда надо будет отметить что это именно белый колокольчик красивый а сорт я не знаю какой это сорт но красивый и в природе растет крупными колокольчиками ну и вот вся моя ленивая клумба так называемая ленивая работы здесь было конечно на полдня много и перекапывать пришлось вот дальнем углу пришлось розу удалять не розу а шиповник который остался от розы а сейчас я посажу сюда петунии но показывать это я не буду как я буду сажать потому что петунии еще маленькие вот когда они разрастутся на клумбе мне хочется чтобы они разрослись и цвели хорошо тогда я еще раз покажу эту клумбу а пока что вот у нее такой вид и вот мне нравится еще морозник он мне нравится и в таком виде вот сейчас вот видите какие колокольчики у него на этом я заканчиваю свое видео до свидания будьте здоровы и не болейте мирного неба над головой